Здравствуйте всем, iPhone 5s. Полчаса стоять на зарядке, 17%, как было, так и осталось. То есть зарядка показывает, но не заряжается. Принесли мне с другого сервиса. Подкидывали батарею, меняли шлейф. В таких случаях сразу грешим на U2. Это понятно, все уже знают. Но здесь, по-моему, проблема в другом. Не хватает, здесь вот не хватает конденсатора. Вот тут пару штук у нас стоит. Один, второй. Их нету. Рядом с разъемом батареи. Сейчас рассмотрю под микроскопом. Дернем с донора, поставим на место. Я думаю, все заработает. Сейчас посмотрим через донгл. А донгл у нас, по-моему, не работает. Там какое-то обновление. Сейчас еще раз проверю. Вышла версия 2.6, наверное, месяц назад. Там все, что только есть. Последнее, там все есть. Последний iPhone. Схема на последней Galaxy. Но... Пытаюсь открыть. Идет загрузка. Да, не открывает. Blackfish открывается. А вот донгл ни хера. ZTXV я имею ввиду. Blackfish открывается, читается у нас. Что-то запрашивают. 360. Походу нужно платить. Не знаю, еще не разбирался. Ну да ладно, с донглом разберемся потом. Да, вот посылает на страницу. Такая вот ерунда. Если кто-то сталкивался, может кто-то что-то подсказать, то буду благодарен. Снимаем системную плату. Вставим обратно два компонента, которые оторваны. Скорее всего их оторвали. При отключении батареи, криворукие ребята. А блин, так это у нас SE вообще. Я что-то сразу не заметил. Это у нас SE, проклеенные разъемы. Ну что ж, у нас донгл не работает. Сейчас поищем системку на SE. Оно у меня точно есть и не одна. Ну да, SE. Ну да, SE. Ти. Как? У меня… Продолжение следует... Прислали телефоны на ремонт. Итак, что у нас здесь? У нас здесь стоит один конденсатор и фильтр. И фильтр плюсового контакта, по-моему. Продолжение следует... Замученная батарея, видать, ее отрывали. И так оторвали, что здесь остался воздух внутри. Блин, зачем? Ну, видите, да? Можно же, ведь было аккуратно снять эти наклеечки. Вот, воздух. Ну, я думаю, что батарею пробовали по-любому. Сюда вставляли, пытались что-то сделать. Потом не буду пробовать. Тут 90% проблема в том, о чем мы сейчас говорили. Так, я вот думаю... Была идея сделать все на месте. Нет, давайте лучше снимем систему. По-моему, поставим на нижний подогрев. По-нормальному. По-нормальному. Поменяем компоненты. По-нормальному. 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 Ребята системную плату даже не снимали. Итак, включаем нижний. Давайте снимем сначала с донора жизненно необходимые органы. На нижний я выставляю 120 градусов, контактный подогрев. Я не знаю, показывал, не показывал, а заказывал на Али. Кому интересно, могу кинуть ссылку. Неплохая вещь. Тут, правда, было три зажима изначально. Один, второй и вот здесь третий, который буквально через пару недель оторвался. Боюсь, что эти тоже светят со временем. Так приближаем максимально, насколько можно. Фен 260 у меня в сочетании с нижним. То есть нижний получается 120 и фен 260. Ну, в зависимости от системной платы. На седьмой, допустим, на семерку я выставлю. На семерку я выставляю 290, потому что там более термостойкий текстолит, что ли. То есть семерка хорошо выдерживает температуру высокую, в отличие от пятого, от шестого. Играет температура. Сохраним, он нам ещё пригодится. Так, снимаем кондёр. И фильтр. Всё, убираем донора. Всё, убираем донора. Всё, убираем донора. Так, ну компоненты лучше поставить под микроскопом. Потому что я не знаю, что там видно, что я снимаю, но очень сложно, сложновато, скажем так, будет поставить. И всё, потому что я еле разглядываю эти контакты. Поэтому сейчас постараюсь настроить камеру на микроскоп. Доброе утро. 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 Принесли ещё телефончики на ремонт. Так. Ну вот как-то так. Доброе утро. Добавляем... Я добавляю. Добавляем клечко. Добавим припой на контакты. Добавим припой. Ставим фильтр. Добавим флюс. Добавим. 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 КОНЕЦ Даляем слюс. КОНЕЦ 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 заметьте 41 процент сразу 17 на 41 42 то есть батарея в принципе была заряжена на больше 17 процентов он показывал все подождать еще минут это будет 43 так дальше давайте подождем пока поставлю на паузу буквально минута прошла уже 43 короче зарядка пошла я пока ставлю обратно разъем он нам еще пригодится всем спасибо за внимание друзья я думаю ролик полезный потому что многие при отстегивании батареи ломают компоненты которые находятся между разъемом и защитным экраном я встречал это очень часто в своей практике на айфонах 5 5s 5s и так что надеюсь кому-то помог уже 44 так что все нормально за эту работу я беру но учитывая что это из е где-то где-то евро 40 евро 40 всем спасибо за внимание я дов подписывайтесь и жду комментариев так друзья заключительная часть этого ролика не мог не снять пока я собрал телефон поставил батарею все включилось и внезапно телефон погас то есть все таки наша батарейка которую некачественно сняли ребята которые меняли дисплей на данном телефоне как мне уже сказали вот как я показывал вначале в ней воздух данные батарейки пришел конец поставил подкинул оригинальную на iphone se у меня есть комплект всех батарей на все айфоны оригинальные и с оригинальной батарейки телефон идеально работает заряжается и ведет себя правильно так что обратите внимание на съем батареи не зря придумали эти жгуты снимать нужно правильно ни в коем случае не деформировать батарею самое главное не проткнуть ее поэтому если попадет воздух в батарею то вам придется ее заменить вот такие дела отправил я сообщение данному сервису которые мне принесли этот айфон что помимо ремонта они еще должны будут купить батарейку для своего клиента вот такие дела еще раз всем спасибо за внимание будьте аккуратны в ремонте не спешите смотрите наши ролики всем спасибо друзья до новых встреч